Что у нас сегодня? У нас сегодня ноутбук. Такой же, как и мой ноутбук, но только мой вот. А этот вот. Да, кнопки тут уже конечно постирались капец. Вот что у нас здесь. Битая матрица, разбитая в щен. Вот такая вот у нас красота приключилась с ней. Но все работает при желании. Даже, наверное, можно пользоваться. Добро пожаловать, видно. А ну-ка. Блокнот. Блокнот. Я даже не представляю, как тут нажать блокнот. Может, есть какие-то комбинации клавиш. Блокнот нажать. Но не суть важна. В общем, смотрите. Битая матрица у нас. Выключаем. Я это никогда не делал. Делал это впервые. Поэтому будем все делать аккуратненько, чтобы ничему не навредить. Это пока выключаем. Так. А это открываем. Так интересно упаковали. Хотя бы, блин, газетки накидали. Хотя, может быть, она здесь находится в каком-то таком... В каком-то таком чехольчике, рамочке, которая не позволит ей поломаться. Ну, посмотрим. Так. Это что? Чек стоила 1852 гривны. Данная... Как ее называют, блин? Матрица. Вот. Гарантия. Гарантия 3 месяца. Ну, я думаю, если все будет нормально, нам хватит и 3 месяцев. Это уже не надо. Вот. И желательно ее не залапать. Только я не понимаю. А, хотя тут кленочка есть. Да. Тут есть кленочка. Вот у нас получается матрица с этой стороны. И вот у нас получается матрица с этой стороны. Сюда шлейф. Сюда подсветка. Ну, вроде бы как... Вроде бы как нормалек. Первым делом, естественно, вынимаем аккумулятор. Ого. Аккумулятор выняли. Дальше. 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 Открываем кран. В принципе, шлейфы у нас, я думаю, все нормальные. То нам достаточно только вот эту штучку открыть. И все. И ее снять. Ну что ж, давайте попробуем. Так. Шил. Ладно, шил я, блядь, не буду. Берем пока самую маленькую лопаточку. И аккуратненько вынимаем резиночки. Так. Под этой резинкой нету. Под этой резинкой есть. Надо аккуратненько складывать. Здесь тоже нету. Далее берем большой, самый большой, нет, самый большой вот этот, да? Да, вот этот. Самый большой крест. И им откручиваем матрицу. Осторожненько, без фанатизма. Подъем все. Если это неgia столяжкой, скорее всего я богу. Теперь здесь просто нажимаем друг на кольmedя. не просто так казалось и здесь еще двухсторонний скотч помимо защелок пришлось немножко повозиться со скотчем но в принципе это хорошо с той стороны что снимать конечно плохо с той стороны что более надежно будет закреплена матрица то это хорошо такой вот скотч у меня двухстороннего нету ну в принципе не страшно думаю мы соберем этот скотч и уберу вот это уже просто крышка будет мы потом приобретем скотчик приклеим все аккуратненько и заклеим крышечку вот надеюсь так мы сейчас справимся и без этого ну вот все как у нас тут выглядит как она у нас здесь закреплена у нас по моему здесь не сильно уж и закреплена сейчас попробуем да так чтобы болтики не перепутать хотя они в принципе одинаковые нравится мне когда одинаковые болтики делают не надо не надо морочить себе голову чтобы выбирать где какой болтик где какая гаечка шурупчик так дальше кстати здесь вот классно шустрите везде вкручены именно болты не шурупы в пластик болты в вставки такие латунные в общем на совесть делают ноутбук только не продумали как еще от определенных пользователей уберечь когда они не аккуратно с дисплеем пользуются так как теперь до этого добраться на открутить давайте открутим чё . хотя в принципе стыке здесь нельзя это откручивать здесь слышу я тебя будь здоров да блин будь иду я вот специально чтобы шлейф открывать смотрите как продумано чтобы шлейф не вынимался а вот чик так Пошёл. Пошёл. О, всё. Шлейф вышел. Отсоединяем отсюда. Всё. Так. Эту матрицу мы убираем в сторонку. Закрываем. Сейчас посмотрим, что у нас на той матрице. Скотча двухстороннего тут нет. Печально. Вход здесь. Вход здесь заделан не так, как здесь. Красивенько скрытит. Вон. Здесь обычной такой штучкой. Нам сейчас, в принципе, главное, чтобы он заработал. Давайте. Опять же аккуратненько. Нет, это ещё не всё. Не всё, не всё, не всё. Погодим чуть-чуть. Рамку надо всё-таки откручивать. Ой, мне уже приклеилось. Рамку надо открутить. Теперь новая матрица. Новая матрица. Да, плата здесь. И прикручиваем направляющие сюда. Правильно? Да, правильно. Так, по очереди давайте. Продолжение следует... Так, вынимаем вот эту. И сюда её направляем. Я тут на днях должен шлейф прийти, вот этот. Он мне где-то там пережался. Иногда изображение начинает скакать. Надо будет его поменять. Придётся всё эти манипуляции производить. Заново, так уже со своим ноутбуком. Вроде как всё. Пробуем. Старую. Откладываем. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, всё подошло. Всё подошло. Дальше, ровненько, 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 сюда, и дальше. Так, вот так вот у нас, положили, положили, положили. Так, вот эти штучки надо снять, это их потом не достану. Так, и вот эту штучку. Так. Всё ровно. Да, всё вроде бы. Всё ровно. Всё нормально, всё ровно. Так, мы вот здесь пока временно тоже закрепим для проверки, чтобы у нас петельки не выламывались. Полностью закрывать не будем, просто не закручивать. Просто, чтобы здесь был небольшой упорчик. О, вот так вот. Нам же ж проверить надо. Всё, хорошо зажали. Давайте проверим, что у нас получилось. Вот так. Сейчас мы стучку ставим. Так. Ну что, момент истины. Включение. Включение. Первое. Включаем. Включение. 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 Старым ничего не надо делать, его надо отложить куда-то, потому что если какая-то запчасть понадобится, можно и с него будет взять. А он поломанный, да? Да. И с него ничего не видно? Да. Может я подумал, может забрать вдруг, чтобы маленькая видна, а можно сделать себе лову. Ну всё. Сейчас мы попробуем яркость. Трое колонос. Ну вот. Вот у нас вся яркость. Яркость регулируется. А ну-ка, давайте посмотрим разрешение у нас какое. Разрешение экрана. 1280 на 800 разрешение экрана. А был 1440 на 900, по-моему. Углы обзора вправо-влево. Такие же. Ну, в общем, такой же монитор. Ну, не, немножко, если смотреть отсюда, то они немного такие. Нормально. Ну, такие же, как и там. Сверху, снизу. Ну, если с этого смотрели, то они там такие чёрные. А тут нормальные. Ну, более-менее. Сверху, снизу его цветают. Ну, всё. В принципе, эти уже можно делать. Эту штучку я уже заделаю и без видео. Ну, тут просто у меня сейчас нету, как его называют, двухстороннего скотча. Завтра купим, проклеим здесь аккуратненько, двухсторонним скотчем, чтобы уже было на совесть. И соберём. Если вам понравилось... Все видосик. Если вам понравилось видосик. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Тогда да. Ставьте лайк, да. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите хорошие комментарии, заходите в другие ролики. Также ставьте лайки и пишите хорошие комментарии. Пока-пока. Замена произошла успешно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»